Мне в жизни не хватает пиксель-арта. На этот раз мы будем образевать новую игрушку, недавно вышло, Баронство. Хурев порекомендовал, решил посмотреть и зацепило. Два ключевых момента, которые мне больше всего понравились в этом, это лабиринты, процедурно генерируемые. То есть, каждый начинает новую партию, у тебя каждый лабиринт будет новый, все вперемешку. Второй вариант, который мне очень-очень также понравился, что это можно проходить в коопе, то есть в мультипрейл онлайн еще с такими же отморозками, как и я, которые угорают в шестнадцатом году по пикселям. Потому что игра происходит у меня воображение, а не на мониторе. А это всего лишь единицы и цифры, и нули. Поскольку я буду один, поэтому я прошел один раз, зачистил первый раз карту, чтобы хотя бы как-то ознакомиться, что это представляли. Мне реально понравилось. Простота, удобство. И попробовал трекласса вояка. Роуг. Нет, даже не рок, это был другой. А, вондерер, бродяга, да. И кто-то еще. Ну и суть, неважно, не в этом дело. В общем, для меня, как одиночки, я предпочитаю, к примеру, брать бродягу, потому что он местный бомж, который живет в туннелях. И больше всего к ним адаптирован. То есть у него палка отбивается от крыс. Ну, в принципе, и все. Разумеется, если мы соберемся к компании, я сразу говорю, что я себе уже ищу людей, которые со мной, помимо тундры, также захотят потусоваться до и после полуночи, вместе побегать в этих подземельях. Потому что каждый раз новая генерация. А, третий вариант, который я забыл сказать. Одна жизнь. Одна жизнь, ты умер, все, приехали. То есть никаких тебе респаунов там и так далее. Игра закончена. Поэтому это, как и в Майнкрафте, как и в DayZ, добавляет гораздо больше азарта. Давай начнем партию. Я понятия не имею, сколько она продлится, потому что... Я же говорю, это все непредсказуемо. Так, я обычно... Здесь у нас разные расы. И мне больше всего подошло... Hardbread. То есть сухой черствый хлеб. Ну, больше такое, знаешь, тертого калача жизнью русского мужика больше смаховое такое, знаешь. Не просыхающий вот как раз. То, что надо. Как всегда, обычно... Нажал. Так. Этот ник я уже таскаю сколько? Да больше, чем 20 лет, наверное. Так что менять мы не будем его, как обычно. Вот, пожалуйста, видишь? Хос, Джон, мультиплеер и так далее. В данном случае это будет синглплеер. Поехали. Это дань лучшим традициям Ультима Андерволд вторая. И там еще каких-то... Игра в Альфе еще, разумеется. Хотя у нас все в Альфе. И наша жизнь тоже в Альфе. И наше будущее. Окей, не будем отвлекаться. Значит, журнал. Взяли, посмотрели. Там... Также, как ты видишь, физика есть. Это содержимое. Есть полотенце. И вещи ты также можешь знать или не можешь не знать. Это к тому, что дань проклятым вещам. Видишь, uncursed написано. То есть я знаю, что это uncursed. Это уже проиндифицировано. Короче, навык изучения вещей, он также актуален. Значит, умею немножко прятаться, немножко торговать. С кем, правда, я не знаю. Умею хорошо плавать. То есть, ну, в помоях и так далее. С канализацией. И умею палкой драться немножко на дистанции. Все. Прейс вот нам. Как только появится что-то неизученное, мы будем это изучать. Я надеюсь, навык это... Прокачивать. У меня сарболет. Факел. Лампа. И полотенце. Я не знаю, зачем оно используется. Но, по крайней мере, я имею возможность себя вытирать. Также надо здесь жрать и... Прочее. Управление здесь очень простое, примитивное. Даже сказал бы, можно... Да, только правую руку. Но, в данном случае, мы будем прикрываться факелом. Весь, что так сыро, что у меня уже горло просело. Приношу свои извинения. Все, поехали. Значит, начался уровень. Уровень, и, разумеется, он процедурно сгенерированный. Поэтому я... Да, потому я... Каждый раз, когда я... Да, ладно, хорошо, это хватит смеяться. Каждый раз, когда я... Ну, я три раза эту картину начал проходить. Каждый раз это что-то было другое. И вот то, что я иду сейчас, я понятия не имею, куда я направляюсь. И что меня может ожидать дальше? Вот две крысы. Вот, видишь, одна крыса с кем-то дерется там. О, шлем, отлично. Что это было? Бронзовый топор. Надо всегда держаться на шухерах, потому что... Всегда что-то, может быть, неприятность какая-то переключиться. Так, давай здесь запремся и посмотрим, что у нас есть. Значит, у нас нарисовался железная каска. И давай мы ее будем изучать. Либо бронзовый топор. Видишь, вот пока я сижу, смотрю, это занимает время. Я понимаю, чем сложнее предмет, чем... И не жена, а вот где-нибудь дольше будет изучаться с... Болями и худшими... Вариантами. Здесь есть... Став. Я предполагаю, что... Если держаться теней, к примеру, да... Можно чем-нибудь для подкрасться. О, ловушка, что ли? Я этого не слышал. Ну, в смысле... Гудит порода. У-у-у-у. Ловушки здесь также есть. Надо будет опасаться, скорее всего. Мини-карта внизу позволяет не заблудиться, но... Бродить здесь можно до усеру. Так, что это такое? Капкан? Да, медвежный капкан подобрал, отлично. Кстати, очень важный момент. Смотри, видишь, скорость, когда я иду назад, гораздо медленнее, чем я иду вперед. Это означает, что ты здесь не сможешь катить своих оппонентов. Краткое описание гоблинов. Можешь паузу прочитать, но, честно говоря, мне лень, если ты заморачиваться. И я буду искать свою судьбу. Опа! Зайди. Так, убил. Еще один шлем. А, видишь, смотри, у меня начало... Мигать факел. Так, это у нас решетки, это не дверь, запереть нельзя. Двери-то можно также сломать, я обратил внимание. Вот и хорошо, в этом длинном коридорчике, как раз давай посмотрим содержимое дальше. Значит, мы изучили шлем, да? Нет, два шлема не изучены. Видимо, мне не получилось. Скиллайн, декрепит торч критикально. Фейликапи. Видимо, не записали, что мне не удалось изучить. Вот давай... Нет, давай просто... Понятно. Дальше. Да нет, блин. Ой, ну черт. Вот видишь, это казалось проклятый топор. И он не так эффективно работает. Теперь надо аккуратно не путать вещи, чтобы в этом случае не одеть. Да, вещи не могу убрать, потому что он проклятый. Теперь с топором как дурак будет постоянно бегать. То есть я уже представляю себе команду, в которой будет хиллер, колдун, волшебник, танк. Ну, в общем, такое типичное, это, ДНД-тусовочка. И да, будут... То есть там не будет тебя, знаешь, отбился, защитили, поднялись. Если кто-то напортачил, корми крыс. И, значит, написано, что это просто... Бутылочка с какой-то белой жидкостью. И что находится внутри ее, неизвестно. Переходящий, надо будет питаться. Рыбка. О, шляпа. Ладно, буду заканчивать шлем сначала. Точнее. Ага, это спуск вниз на второй уровень, если я по ней правильно помню. Могильная плита. Здесь моя жена. Что ты там, видишь, не удалось изучить. Давай. Да, блин. Короче, надо ему еще шлифовывать эту игру. Что, все, приехали. Короче, я буду играть... Серия будет продолжаться, пока я не умру. По крайней мере, это... Ух ты. Так, это уже интересно. Нам надо будет найти рычаг. Комнату обвижим вокруг. Вот он, да. Ага, хорошо. Ну, это довольно-таки примитивно. Но, я думаю... Для начального уровня я, скорее всего, как ознакомительный. Дальше, я думаю, будет сложнее. Сложнее. Так, я проголодался. Давай рыбки покушаем. Что у нас еще есть? О, смотри, видишь, у меня... А, на мне сидят эти... Да, ботиночки. Хорошо. Можно открывать консервы. Во, вот это мне надо изучить. Так, здесь надо поосторожнее. Флаус Джейм, Брайд Нью Спеллбук. Ууу. Интересно. Хорошо. Вот книгу, я думаю, мы будем долго изучать. Очень долго, да. Прокращали мы хоть какие-то навыки? А прейс, нан. Ничего. Ну да ладно. Так, смотрим на карту, где мы еще не были. Здесь это просто тупик. Ну, вот и все. Значит, что будет дальше, я не знаю. И наверняка мне понадобятся еще спутники, чтобы спуститься и найти... Так, судя по звуку, это вроде крысы. Найти что-то полезное. Кольцо. Так, фонтан пока пить не будет, он выставляет здоровье. Останавливает. Прыгать здесь нельзя. Скелет с щитом. Ай. Блин, это было близко. Фух. Фонтан, фонтан, как раз вовремя. Так, как же я себе подлечить? Пить! О, слушай, лампа классно работает вообще. Ну, это оставим за самые темные места, пока буду придерживаться в факел. Да, я тупанул, надо было арбалетом пользоваться. А, все? Оба сгорели? Блин. Значит, это у нас остается лампа и топор. Блин, с этим топором. Кстати, знаешь что? Если у нас это выбрасываем, а я одену. О, вот так вот. Все, если у нас будет серьезный контакт. А, вот оно что у нас. Вау, смотри. Так. Уу, паук! Хорошо, я открывать это не собираюсь. О, отмычки нашел. Значит, здесь есть отмычки. Прекрасно, значит, здесь замки. Так, ну это понятно мне пока. Это похоже на ловушку. Я недостаточно сильный, чтобы его сдвинуть с места. Что у нас здесь? О, еще фантом. О, прекрасно. Да, блин, нет! А, у меня потух. Я не знаю, что такое. Семь жизней осталось. У меня потемнело в глазах. Я ослеп. Я ослеп, нет! Я, конечно, умру. Две, две жизни осталось. И яд не закончился. Вот и все. Вот ты умер. Вот. И да, набрал больше всего очков. 3650. Кто сможет победить меня, милости просим. Вот такая вот игра. Баронство. Давайте. Приключенцы. Я вас жду в своей компании. Я вас жду в своей компании. Спасибо.